Здравствуйте! Как зарегистрировать бизнес в налоговой службе? Какие новшества в этой сфере получили развитие с начала года? Об этом говорим. И в нашей студии начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лонин. Андрей Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, что же меняется в сфере госрегистрации бизнеса? Какие тенденции? И становится ли проще со временем регистрировать свой бизнес? Регистрировать действительно сейчас очень просто, сравнительно, по сравнению с тем, что было когда-то. Раньше времени было очень много процедур, которые надо было делать человеку самостоятельно, заявителю, решать вопросы, ездить в пенсионный фонд, фонд соцстраха дополнительно. В настоящее время такой процедуры нет. У нас регистрация юридического лица, либо индивидуального предпринимателя осуществляется в течение пяти календарных дней, получается. Три дня рабочих на принятие решения регистрирующему органу. И все делается для того, чтобы физическое лицо, заявитель очень просто и без проблем смог зарегистрировать. Единственное, хотелось бы сразу сказать, что на территории Самарской области у нас единый регистрационный центр, который принимает решения по всей государственной регистрации Самарской области. Он расположен на базе ФНС России по Красноглинскому району, это Сергей Лазо 2А. Поэтому все документы по государственной регистрации обрабатываются именно в одном месте. Соответственно, раз идет обработка в одном месте, у нас оптимизация идет полная, и выходит, что документы принимаются одинаково. Не так, как раньше было. Были ситуации, когда кто-то жаловался, что в одном районе мне приняли так, в другом районе так. Сейчас такого нету, сейчас все идентично. На всей территории области, где бы вы ни жили, подаете документы, регистрация будет проведена в одни и те же сроки, с одними и теми же требованиями. Ничего не меняется, все по соответствии законодательству. А вообще тех бизнесменов, которые регистрируют свой бизнес в связи с этим, становится больше или нет в связи с таким упрощением? Есть какие-то тенденции? Тенденции уже идут постоянно, как мы наблюдаем картинку, смотрим. У нас юридические лица практически три года уже количество остается неизменным. Это чуть больше 100 тысяч юридических лиц. Это на 1 апреля было 103 тысячи юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей, да, действительно тенденция есть, что возрастает количество. Если сравнить 2017 год с 2018, то за 2018 год выросло количество индивидуальных предпринимателей более чем на 3,5 тысячи юридических лиц зарегистрировалось больше. Конечно, это способствует оптимизации, установлению более легкой процедуры регистрации. Как вот хотелось бы сразу сказать, что легкая регистрация, это потому что Федеральная налоговая служба, она стремится к тому, чтобы процесс услуга государственной регистрации была доступна, открыта. Мы упрощаемся. Делается все возможное, чтобы заявитель, физическое лицо мог прежде чем зарегистрироваться, мог подумать, посмотреть материалы. У нас есть сайт Федеральной налоговой службы, 3WN, налог.ру. Там размещается очень много сервисов. Один из сервисов, это есть пошаговые инструкции, как зарегистрируют бизнес, который подсказывает, объясняет, там три, практически три шага надо сделать. Можно даже не выходя из дома, сейчас достигли такие, никуда не ходить, зарегистрировать, послать документы на государственную регистрацию и получить услугу. Зарегистрировать либо индивидуальным предпринимателем, либо юридическим лицом. И что, платить не нужно ничего, если из дома получается? Или только отправить документы, а потом уже оплатить? Как раз я хотел дальше сказать по поводу новшества, которое именно с 1 января 2019 года. Это основное новшество, которое законодатель принял и сейчас это активно используется. Я веду речь о бабу плате государственной пошлины при государственной регистрации. Как вы все знаете, государственная пошлина, государственная регистрация юридического лица создания составляет 4000 рублей, создание индивидуального предпринимателя это 800 рублей. Но, о чем я уже сказал, что с 1 января в налоговый кодекс Российской Федерации внесли изменения. И там предусмотрели, если документы на государственную регистрацию поступают в регистрирующий орган в электронном виде, это либо с использованием электронной подписью, либо через портал госуслуг, но опять же с электронной подписью, либо через многофункциональные центры, либо через нотариуса, если нотариус направляет, то государственная пошлина не оплачивается. Соответственно, получается, что это экономия для заявителя, если будем создавать юридическое лицо, то это экономия 4000 рублей, если индивидуальный предприниматель, то 800 рублей. Вы несколько раз сказали электронную подпись, а как ее сделать, чтобы она была? Электронная подпись, это есть много удостоверяющих центров на территории Самарской области, на территории Российской Федерации, есть сайт налоговой службы, где формируется тоже усиленная электронная подпись. Ее получают, в этих удостоверяющих центрах записывают. Но по оплате Госпошлина сразу бы еще тоже хотелось бы уточнить, если документы вы зарегистрировать хотите предпринимателя, скачиваете на налог.ру, есть программное обеспечение, которое скачивается бесплатно, устанавливается на своем компьютере, это подготовка для документов для государственной регистрации, такая услуга есть. Заполняете документы в электронном виде, получаете файл в PDF, подписываете электронную свою подпись, если она у вас есть, и направляете в регистрирующий орган. В данном случае Госпошлина не оплачивается. Если у вас электронной своей подписи нету, но вы хотите сэкономить, регистрируете индивидуального предпринимателя, то если вы придете в многофункциональный центр с этим заявлением, которое у вас заполнили, форма R21001, ее заполняете, делаете ксерокопию паспорта, приходите с этим заявлением ксерокопию паспорта в любой удостоверяющий многофункциональный центр, который оказывает услугу, сотрудник многофункционального центра принимает у вас это заявление, по закону он имеет право завизировать заявление так, как это лично вы пришли, и направляет его уже в электронном виде в регистрирующий орган. Вот если я пример ставлю, если человек пришел в понедельник, регистрируется, сотрудник МФЦ в понедельник направляет документы в регистрирующий орган, они в этот же день уже попадают в регистрирующий орган и регистрируются. Соответственно, вторник, среда, четверг, Это принятие решения регистрирующим органам, в четверг принимается решение, в пятницу документы заявитель уже может получить. Если в заявлении о государственной регистрации будет указан адрес электронной почты заявителя, который будет направлен сотрудникам МФЦ, то документы о государственной регистрации могут поступить уже на ящик электронной почты заявителя уже в четверг после принятия решения. И заявитель может сам лично их распечатать у себя и приступать к работе. Если, конечно, мы привыкли, что нам нужна еще на бумаге подтверждение электронное, то необходимо обратиться в многофункциональный центр, они этот же пакет документов распечатают, то есть со своими сопроводительными документами, своей печатью выдадут также заявителю. Понятно. А с какого момента предприниматель начнет платить налоги после регистрации? Тоже важный вопрос, потому что некоторые до последнего тянутся с регистрации, боятся, что придется больше платить. Налоги будут платить по сроку, которые предусмотрены. Тут у индивидуальных предпринимателей один, о ком забывают часто физические лица, когда регистрируются с предпринимателем, это есть такие сфиксированные платежи, страховые взносы пенсионных фондов. Эти фиксированные платежи начинают платиться с момента регистрации. Я зарегистрировался с четверга, значит, с этого момента я уже должен буду платить страховые взносы. Там будет фиксированный платеж, который делится от зависимости от того, сколько ты был в статусе. И этот фиксированный платеж прекращается платиться только в случае, если вы прекратили свою деятельность. Закрыли. Да, потому что бывают ситуации, что индивидуальный предприниматель зарегистрировался, у него пошла работа, он работает месяц-два, работает все хорошо, потом почему-то не пошло, нет работы, и он решил сделать себе отпуск или еще что-то. А страховые взносы все равно остаются, потому что вы статус имеете. И вот чтобы избежать вот этих вот дополнительных выплат, которые надо будет платить, все-таки рекомендуем, когда вот у вас не пошла работа, или вы чувствуете, что у вас где-то на полгода, там на год, на три месяца у вас будет приостановка вашей деятельности, то надо необходимо прийти также либо в МФЦ, либо в регистрирующий орган и подать документы формы Р-26-001 и закрыться. Так как процедура закрытия индивидуального предпринимателя, она очень тоже простая и она не затратная. Если, я повторю же, если вы идете в многофункциональный центр, то она даже бесплатная получается для вас. Для закрытия. Да, вы подаете форму Р-26-001, сотрудник МФЦ визирует вас, как что это вы, и направляет в регистрационный центр. Вот в данную услугу юридические лица, только у них предусмотрено, что сотрудник МФЦ не имеет права заверять заявителей, если идет регистрация юридических лиц. В данном случае обязательно сначала надо с этим заявлением сходить к нотариусу, завизировать подписи заявителей, что это действительно вы. Уже потом с этим заявлением, с нотариальным прийти можно в МФЦ и через МФЦ направить документы на госрегистрацию. Соответственно, 4 тысячи вы госплошно тоже не оплачиваете. Если вы вдруг все-таки решите, как вот мы раньше всегда привыкли, что надо на бумаге, идете с этим заявлением, с нотариально заведенным, идете с учительным документом и идете непосредственно в регистрационный центр, это на Сергея Лазо-2А, то в данном случае к этому пакету документов надо еще будет приложить квитанцию обвладь госплошной. Это 4 тысячи рублей дополнительно заплатить. Как мы понимаем, что это все-таки деньги, которые лучше сэкономить, сходить в МФЦ. Тем более МФЦ у нас расположена на территории Самарской области очень развитая сеть. У нас практически в каждом населенном пункте есть функциональные центры. В Самаре их очень много, отделения где находятся. Да, очень удобная структура, да, уже какой раз подтверждается. Вот при таком массовом потоке регистраций бизнеса, наверное, возникают какие-то нарушения, в частности, подставные лица, через подставных лиц регистрируются. Что грозит таким нарушителям и как часто вообще это происходит? И как идет проверка, как можно это все раскрыть? Действительно, такая ситуация не есть, что люди регистрируются, кто-то регистрируется, подошел в знакомый, попросил, я по просьбе сам никогда и не думал, и не хотел бы, а взял, зарегистрировался, думаю, что мне за это ничего не будет. Люди заблуждаются, их вводят в неведение, потому что есть в Уголовном кодексе, есть статья как раз именно подразумевает, что подставные лица. Это статья Уголовного кодекса 173.1, либо 173.2. Налоговая служба сейчас очень активно занимается чисткой реестра. Чистка это в смысле хорошего смысла слова. Это мы доводим чистоту реестра для всех заинтересованных лиц, чтобы, зная, если физическое лицо, заявитель, например, обратился к реестру юридических лиц, он должен точно знать, что данные достоверны. Что вот это юридическое лицо, с ним можно работать, что оно никуда, оно ни в банкротстве, ни ликвидировано, ни в стадии ликвидации. То есть есть такая база, где нужно смотреть? Что у них руководитель, например, Иванов. Это на сайте налог.ру, также на нашем есть сервис электронный, который звучит «Проверь себя и контрагенты, не рискуете ли вы». На этом сайте можно в течение пяти минут получить выписку по любому юрлицу, по индивидуальному предпринимателю, увидеть, есть ли, например, в этом юридическом лице руководитель, который дисквалифицирован. Либо в этой выписке можно увидеть запись о недостоверности. О недостоверности это значит, что юридическое лицо, вот в реестре внесено, что оно располагается по адресу определенному, а под этим адресом есть снос, что данные недостоверны. Это результат как раз работы налоговой службы, которая выезжает, делает осмотры, работает с собственниками. Если мы видим, что организация не находится, подтверждаем, мы тогда вносим соответствующую запись в реестр, и в наших полномочиях сейчас еще появилась такая процедура, что мы исключаем юридическое лицо из реестра, если есть запись о недостоверности. Это тем самым, опять же, говорится, что мы чистим реестр, потому что, чтобы если человек обратился к реестру и хочет посмотреть, есть ли такое юрлицо, а там стоит запись о недостоверности, я бы все-таки не рекомендовал с этим юрлицом работать, пока они эту запись не отработают. Либо они должны сменить адрес, сказать, что действительно подтвердить документы, тогда в реестр внесется новая запись, и запись о недостоверности пропадает. Либо, может быть, ситуация, когда учредители, например, забывают поменять директора. Директора уже наказали в виде дисквалификации, а в реестре до сих пор он как руководитель. Хотя все мы знаем, что дисквалификации влечет сразу, должны прекращать трудовые полномочия. Этого не сделано. Поэтому вносится запись о недостоверности. Опять проходит полгода. Если никто не меняет руководителя, ну, не исправляют. Мы публикуем в вестнике госсударственной регистрации сведения о том, что принято решение о предстоящем исключении. Еще ждем три с половиной месяца. Может быть, кредиторы, еще кто-то обратится. Если никто не обратился, мы тогда вносим соответствующую запись об исключении юридического лица из реестра. Все, соответственно, с этим юрлицом уже работать нельзя. Нет его. Понятно. Ну, а пока посмотрим ролик о последствиях образования юридического лица через подставных лиц и продолжим разговор. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросом обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаем ведения бизнеса через подставных лиц. То есть таких лиц, сведения о которых, как об учредителях, участниках организации или их руководителях, внесены в единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия. В современном законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 5 лет. За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до 3 лет. Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации. Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособие по безработице. Кроме того, как учредитель или руководитель организации, вы не можете работать в государственных или муниципальных органах. Если вы считаете, что сведения о вас в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверны, обращайтесь в регистрирующий орган лично или отправьте нотариально заверенное заявление по почте, или направьте электронное обращение, подписанное вашей электронной подписью. Заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, это нарушение законодательства. Не рискуйте. Вы сказали, что нужно совершить три шага, три этапа для открытия бизнеса. Какие они? Первый этап, который всегда совершается, когда заявитель, например, сидит дома и думает. Сначала надо решить для себя цель. Чем я хочу заниматься и что я буду делать, как я буду делать. Либо я буду индивидуальным предпринимателем, либо регистрируюсь как юридическое лицо. Первый шаг. Второй шаг. Мы готовим документы для государственной регистрации. Это либо воспользуемся услугами с налоговой службы, которая у нас есть на сайте. Программа для подготовки. Сервис прямо называется подготовка для документов для государственной регистрации. Также на сайте есть программа для заполнения документов на государственную регистрацию. Если вы единственный учредитель ООО с единственным, там сразу же заполняется вся пошагово и направляются документы на регистрацию. И третий этап. Это когда вы уже все это заполнили, документы, и тогда относим их в рекорган. Относить в регистрирующий орган тоже несколько вариантов. Как старые добрые отнести лично, прийти, направить почтой можно, собственно, вложение заказным письмом, либо обратиться через функциональный центр государственной услуги, который оказывает, либо прийти к нотариусу, заполнить заявление у него и попросить нотариуса направить, оказать ему услугу, направить документы для государственной регистрации. Просто сразу еще скажу, если вы придете лично в регистрирующий орган, вы результат получите в регистрирующем органе. Если вы направили документы в электронном виде, то результат услуги придет на электронный адрес, либо в МФЦ, откуда вы направляли, либо на ваш электронный адрес, где вы указали. Если вы захотите также получить бумагу, то надо будет, соответственно, написать дополнительное заявление. Но опять же, бумагу, писать заявление, если только в электронном виде направили. И самое новое, которое говорит о том, что экономия, что все-таки государство заботится о людях, и при государственной регистрации можно сэкономить, не оплачивая госпошину. Поэтому, если, еще раз говорю, вы идете в многофункциональный центр, то государственная пошлина не оплачивается. Это очень экономно, особенно для индивидуальных предпринимателей, потому что если индивидуальный предприниматель захотел зарегистрироваться, то он, получается, практически не оплачивает государственную пошлину. Вообще, он имеет право прийти в многофункциональный центр, сотрудник многофункционального центра может зафиксировать этого человека и поставить в свою отмешку, действительно, это был этот заявитель, и направить документ. Тогда физическое лицо не оплачивает никаких дополнительных расходов. Если юридическое лицо, да, в законодательстве не предусмотрена такая возможность, чтобы сотрудник многофункционального центра мог завизировать этих заявителей, в законодательстве предусмотрено, что сотрудник регистрирующего органа может это завизировать. Тогда получается, что юридическое лицо, например, где два учредителя, они приходят в регистрирующий орган лично, они придают заявление, оба выступают с заявителями, к нотариусу в данном случае им идти не надо. Они, сотрудник регистрирующего органа, визирует их в подписи, что действительно он был. Но в этом случае эти два заявителя обязаны будут заплатить государственную почту в размере 4 тысяч рублей. Если они идут в электронном виде, хотят подать документы, то им надо прийти к нотариусу. Если у физических нет своего ИЦП, что тоже сейчас уже есть, что много людей, которые имеют свое ИЦП, они заранее в удостоверяющем центре получают электронную сфровую подпись. ИЦП это что? Электронная сфровая подпись, усиленная. Нет, она получается в удостоверяющем центре, если, например, мы с вами решим вдруг зарегистрироваться, мы можем обратиться в удостоверяющий центр, получить электронную свою подпись как физическое лицо, например, и создать юридическое лицо. Это заполнит заявление, и уже вот этой полученной подписью удостоверяющего лица мы это наше заявление подпишем. И тогда тоже у нас получится ситуация, что мы не оплачиваем госпошлину, мы не идем не к нотариусу, потому что у нас есть электронная сфровая подпись как физического лица, как заявителя. И так как мы в электронном виде, госпошлина тоже не оплачивается. Если у нас ИЦП с вами нет, то у нас будут расходы, это обязательно идти к нотариусу, завизировать наши подписи нотариально на заявление, что действительно мы были. И после этого уже с заявлением заполненным, с удостоверительными документами, с нашим решением, мы приходим в новофункциональный центр, где сдаем документы на государственную регистрацию, получение услуги. Сотрудник МФЦ наши документы получает, он их сканирует и направляет в регистрирующий центр по каналам связи, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Вот именно так выстраивается взаимодействие МФЦ и налоговое, да? Вот как оно выстраивается? Взаимодействие с МФЦ и налоговое в настоящее время очень развитое, мы всячески пытаемся содействовать, проводим обучение сотрудников МФЦ. И начиная вот с 1 января 2019 года, у нас почти каждый четвертый документ, полученный из регистрации, шел из информационального центра. Начиная с 1 апреля у нас уже получилась техническая возможность, мы перешли полностью на 100% документы оборот с многофункциональными центрами. И соответственно все документы от многофункциональных центров приходят в регистрирующий орган в тот же день, когда их получает сотрудник МФЦ. Это говорит о том, что человек-заявитель при обращении в многофункциональный центр получает государственную услугу о госрегистрации аналогии в те же сроки, что если бы я обратился или он бы обратился в регистрирующий орган. Соответственно, нет никакого разбега. Когда раньше был день-два разбега, это когда МФЦ должен был привезти документы на бумаге в регистрирующий орган, когда не было взаимодействия в прошлый год, позапрошлый год. Тогда там государственная услуга оказывалась плюс два дня. Это как раз доставка и получение. В настоящее время, еще раз, с 1 апреля это уже полностью реализовано, что государственная услуга по времени прохождения ее будет аналогична, что если бы я пришел именно в регистрирующий орган. И кроме того, самое вот это приятное для всех, что государственные почвены не оплачиваются, если идет через МФЦ. Есть еще одно преимущество – прозрачный бизнес. Расшифруйте, пожалуйста, что входит в это. Прозрачный бизнес – это сделан такой ресурс специально на сайте налоговой службы. Это идет послабление. Раньше у нас вторая статья налогового кодекса – это была налоговая тайна, которую мы не могли распространять, если мы получили. Сейчас внесены изменения, которые расслабляют и позволяют на сайте государственной налоговой службы разместить прозрачный бизнес как такой ресурс. Это открываются некоторые показатели деятельности юридических лиц. Как, например, с середины года среднесписанная численность сотрудников фирмы размещалась. Потом будут размещаться оплаченные налоги. Дальше там будет размещаться задолженность. Открывается информация. Это все делается для того, чтобы любое заинтересованное лицо могло оценить возможности взаимодействия с каким-нибудь своим контрагентом. Проверить контрагент. Так вот, давно уже несколько лет действуют сервисы налоговой службы. Это «Проверь себя и контрагента», о котором я говорил в самом начале. Где можно получить выписку и по выписке посмотреть на организацию, например, действующая, она не действующая, адрес, руководитель, кто, если запись недостоверности, это одно. И в помощь к этому еще вот это как раз прозрачный бизнес, который еще больше раскрывает деятельность юридического лица. У нас есть ролик на эту тему, давайте его посмотрим. Продолжение следует... В результатах отобразятся данные среднеотраслевой налоговой нагрузки, в том числе по видам налогов, а также о средней рентабельности продаж. Если вы хотите проверить свою налоговую дисциплину, то просто занесите сумму фактически уплаченных налогов и полученных доходов и нажмите кнопку «Рассчитать». Калькулятор сравнит вашу фактическую налоговую нагрузку со средней по налогоплательщикам, которые работают в вашем регионе и занимаются таким же видом деятельности. В сервисе также представлена информация об уровне средней заработной платы по отраслям экономики, которая поможет вам при определении уровня уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Все очень просто. Пользуйтесь. Остается только подвести итог нашей программы. Подчеркнуть еще раз, какие преимущества могут быть при открытии регистрации бизнеса и на что обратить внимание? Ну, еще раз просто повторяю, что действует с 1 января 2019 года, действует вот такая льгота, это не оплачивается государственной пошлиной, если документы поступают регистрирующим органам в электронном виде. Документы поступать в электронном виде могут через многофункциональные центры от нотариуса, из портала госуслуг, либо от физического лица с использованием электронной своей подписи. Электронная своя подпись проверяет удостоверяющие центры. Если подтверждать, что подпись действительно, то документы на государственную регистрацию поступают, и рекорд принимает решение. И сроки государственной регистрации, так как у нас многофункциональный центр все-таки очень развит в Самарской области, и у нас очень много документов поступает через многофункциональный центр. Хотел бы даже похвалиться, получается, что у нас с 1 апреля по территории Российской Федерации мы идем твердо на первом месте по количеству документов, которые поступают от многофункциональных центров в регистрирующие органы. Это Самарская область? Самарская область на первом месте. Соответственно, люди идут, регистрируются, мы видим, что действительно идет государственная регистрация, есть активность индивидуальных мониторателей, очень много становится, юридических лиц. Помимо того, что вот мы чистим реестры, мы видим, что идет регистрация, что люди работают. А процесс закрытия бизнеса, там тоже вот цифры, если проанализировать, они больше закрываются все-таки, чтобы у нас... Нет, вот открытие, я как уже сказал, что примерно количество юридических лиц, оно не меняется из года в год, там небольшая разница есть, а индивидуальных предпринимательных, наоборот, идет прирост. Если говорить о юридических лицах, то у нас примерно по 900-900 до 1000 регистраций в месяц, и, соответственно, при нашей вот работе, где идет чистка реестров, ликвидации добровольной, у нас где-то 1000-1100 юридических лиц прекращают свою деятельность в течение месяца. Индивидуальные предприниматели, они... Вот сейчас идет активность, в 2018 году на 3,5 тысячи больше, чем в 2017 зарегистрируются. В настоящее время тенденция также видно, что она отслеживается, но чуть поменьше стало. А также идет, что индивидуальные предприниматели регистрируются больше, чем их закрывается. Ну и все вот нововведения этому способствуют, с которыми работает налоговая служба. Спасибо, Андрей Иванович, за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин